В эфире Самарский телевизионный вестник, в студии Дарья Добровольская. Здравствуйте! В Самарской области инфляция в 2022 году составила чуть более 14%. Об этом рассказали в Самаростате. Так, продовольственные товары за год подорожали на 16%. Сильнее всего в декабре увеличились цены на овощи на 9,13%. Цены на непродовольственные товары за последний месяц прошлого года в Самарской области в среднем увеличились на 0,4%. За год на 15,3%. Услуги в регионе в декабре стали дороже на 2,9%. За год на 12,1%. Больше всего увеличились коммунальные услуги на 9%. Также стоит отметить, что в 2021 году инфляция в Самарской области составила 8,8%. В Самаре установили дополнительные камеры видеонаблюдения. На улицах и площадях города появилось еще 162 таких устройства. Они предназначены для повышения безопасности. Об этом сообщили в областном правительстве. Так, информация с камер передается в Центр обработки данных «Безопасный регион». Это подведомственное учреждение Департамента информационных технологий и связей Самарской области. За обстановкой наблюдают дежурные операторы. Они передают сведения о нарушителях общественного порядка в правоохранительные органы. Кроме того, чиновники предлагают дополнительно увеличить количество камер на потенциально аварийно опасных участках трасс. В Самаре ограничат движение транспорта из-за лыжного марафона «Соколье горы». Он пройдет 28 января на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческом. Движение будет ограничено с 5.00 до 17.30 на дороге от учебного спортивного центра «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное». В этом году лыжный марафон «Соколье горы» проходит в девятый раз при поддержке администрации Самары и Министерства спорта Самарской области. В соревнованиях примут участие спортсмены со всей страны. Трасса пройдет по лесным просекам в окрестностях Сокольех гор. Лыжный забег будет проходить на пяти дистанциях – 3 километра, 11 километров, 17 километров, 34 и 50 километров. Идти к финишу можно свободным стилем. В Самаре мужчина напал на ребенка. Происшествие попало на видео. Все случилось на улице Рыльской возле жилого дома. Школьница возвращалась домой. На спине у девочки был рюкзак. Однако у входа в подъезд ее догнал какой-то мужчина. На кадрах видно, что он не очень уверенно держался на ногах. Затем входная дверь открылась и неизвестный затащил ребенка в подъезд, схватив за капюшон. Девочка начала кричать и сопротивляться. На звуки из лифта вышли соседи. Тогда нападавший выбежал из подъезда и скрылся в неизвестном направлении. Жители дома 126, корпус 2 по улице Осипенко буквально штурмом взяли наш автоответчик. Люди рассказали, что у них много коммунальных проблем, которые никто не решает. Одна из насущных – засор канализации. Люди вынуждены были отключить санузел. Теперь же в доме даже нет рядовых удобств. Подробности в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Жители еще даже не успели оправиться от недавнего потопа. Он произошел из-за прорыва трубы. Теперь на них свалилась новая напасть. В доме засорилась канализация. А вот уже два дня у нас идет общая труба здесь, и все через нашу квартиру. И сверху, что они делают, сливают, и все у нас на полу. Мы два дня уже выгребаем здесь вот эту воду. Понимаете? И два раза уже звонили. Вчера звонили. Сегодня. Вчера. Там есть и номер вызова. Все. Чтобы нам пришли почистить хотя бы или что-то. Ну, никто не приезжал. Жильцы были вынуждены совсем отключить санузел, чтобы отходы с нечистотами не выливались через него в квартиру. Теперь в доме нет удобств. Хрупким пенсионеркам приходится с большим трудом выносить полные ведра на улицу. По словам людей, управляющая компания совсем не занимается домом. Они не хотят ничего. Сегодня звонила. Вчера звонила насчет, что выгребаем на улицу. Снимайте унитаз. Какой еще унитаз я должна снимать? Я гафру вон попросила из восьмой квартиры. Они мне сняли эту гафру. Я заткнула этой самой, затычкой этой. Уже устала. Не могу я уже. У меня давление сейчас 160. Чтобы почистить сто лет, надо деньги платить. Где их взять? Не знаю. Жители рассказывают, что даже менять батареи в свое время им пришлось за свой счет. Теперь необходима замена канализационной трубы. На это у людей просто нет денег. Они хотят, чтобы канализацию хотя бы просто прочистили. Жильцы просят ответственной организации о помощи. Ведь жить в таких условиях им становится невыносимо. Дмитрий Павлов, Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самарской области выявили еще 189 случаев заболевания коронавирусом. 36 пациентов пришлось госпитализировать. Остальные будут лечиться дома. За все время пандемии в регионе зафиксировано 495 234 случаев этой инфекции. Большинство, а именно 485 383 человека смогли победить опасный вирус. За последние 24 часа выписано 114 пациентов. Увы, но жертвами коронавируса за время наблюдений стали 8 209 наших земляков. В том числе один человек только за последние сутки. В Самаре проверили перевозчиков. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд. За 2022 год в Самаре произошло 29 ДТП по вине водителей автобусов. К счастью, обошлось без жертв. Все подробности в материале нашей съемочной группы. Евгений Солодов за рулем уже 40 лет. 15 из них возят пассажиров на микроавтобусе. Опытный водитель без раздумий отвечает, что самое главное в этой работе. Пассажиров везу, я за них отвечаю. А как давно занимаетесь перевозкой? Ой, давно. Уже 40 с лишним лет водительского стажа и 15 лет лет перевозками занимаюсь. А может взгляд, что самое важное в этой деятельности, в этой работе? Соблюдение правил безопасности обязательно, чтобы прищегивали ремни. К сожалению, не все строго соблюдают правила перевозки пассажиров. Так, за 2022 год по вине водителей автобусов в Самаре произошло 29 ДТП. К счастью, обошлось без погибших. Чтобы уменьшить количество происшествий, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят проверки. Это наличие предрейсово-технического состояния транспортного средства, наличие, как они прошли, предрейсово-медицинский осмотр водителям. Если установлено законодательством, то устройство, техографическое устройство, это где у нас соблюдение режима труда и отдыха водителей. В первую очередь, это у нас нарушение правил маневрирования. Это в первую очередь. То есть, они зачастую у нас не включают поворотники, захотели с первого, второй ряд и тому подобное. Нарушение правил перевозки пассажиров. Это у нас сверх норм мест, количество предусмотренных заводов изготовительных транслей. В процессе у нас почему и происходит падение пассажиров в салоне автобуса, потому что народу много, люди не могут держаться за порченными. Ну и, соответственно, происходят такие дорожные транспортные происшества. Все те нарушения, которые можно выявить только во время движения автобуса, также отслеживаются и пресекаются. Для этого, по словам полицейских, проводится так называемое скрытое патрулирование. На патрульном автомобиле, не на разукрашенном, либо сотрудник садится в автобус и фиксирует административные правонарушения на средства фото-видеосъемки. И дополнительно автомобиль, который движется в потоке, соответственно, тоже также производится фото-видеофиксация. В соответствии потом по радиостанции передается другим дорожной патрульной службе для того, чтобы остановили и привлекли к ответственности. Ответственные водители понимают необходимость таких проверок. Перевозчики осознают, что за их плечами десятки людей, которых нужно доставить до места целыми и невредимыми. Именно поэтому они стараются соблюдать все правила. Потому что людей возим, стараемся всегда соблюдать. Что, на Ваш взгляд, наиболее важная в этой деятельности? Доставить людей живыми и здоровыми. К перевозчикам-нарушителям применяется административная ответственность. В зависимости от нарушения водители и должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 300 тысяч рублей. Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ Самарский аэропорт Курумыч составил рейтинг самых пунктуальных компаний по итогам 2022 года. Учитывались как регулярные, так и чартерные рейсы. Лидером среди зарубежных авиакомпаний оказались Fly Dubai, вторая строчка за Узбекистан Airways, бронза у Canot Shark. Среди российских перевозчиков, которые совершают больше 360 рейсов в год, первое место у авиакомпании Аэрофлот. В тройке лидеров также Россия и S7. Среди выполнивших меньше 360 рейсов в год авиакомпаний самой пунктуальной стала ЮВТ Аэро. Серебро у победы третья стала авиакомпания Azur Air. А в 2022 году из Курумыча было совершено 12 107 вылетов. Крылья Советов проиграли в первом матче второго сбора. Обидчиком Волжан стал клуб из Сербии Раднички. Итог противостояния 4-1. Напомню, после окончания первого сбора футболисты и тренерский штаб Крыльев Советов получили два выходных. После чего самарцы снова собрались в Турецкой Анталии, где начали второй сбор. В расположение самарцев прибыл Дмитрий Вынесеня, который продолжит подготовку вместе с командой. В рамках этого сбора, который продлится до 3 февраля, запланировано пять контрольных матчей. Мы продолжаем набирать физическую форму, но больше уже будет занятий по тактической подготовке. Игр будет больше, вот вы сказали, 5, но, наверное, все-таки для каждого футболиста это 3 игры, потому что некоторые игры, их будет 2 матча в один день, и мы каким-то образом будем делить наш состав, не обязательно это там на первый, второй, просто поделить наш состав, чтобы наши ребята какие-то связи наиграли, и мы хотим в этих матчах уже такую готовность на этом сборе получить уже, практически там уже готовность к сезону должна быть к концу второго сбора. И о погоде. В Самарской области в ночь на среду 25 января похолодает местами до минус 25 градусов. В областной столице будет минус 14, минус 19 градусов. Такой прогноз делают синоптики Приволжского УГМС. Будет малооблачно, без осадков, местами изморозь. Днем потеплеет до минус 6, минус 11 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 3,8 метров в секунду. Это были все новости на сегодня. А далее интересные программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimaski.ru Смотрите наши новости в телеграм-канале, на ваших экранах QR-код. Сканируйте его с помощью камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.